Уж никак я не думал, что этот год закончится созданием настоящего кинопостера для реального фильма. За время его создания я испытал просто какое-то огромное количество эмоций от бешенства до принятия своей работы. Даже успел разработать новые методики отрисовки контурного света, которые, несомненно, поделюсь с вами в этом видео. Надеюсь, вы уже подготовили новогодние вкусняшки. Ну а с вами, как и всегда, Серджик Ас. Погнали к делу. Проект Far Out я включился в феврале этого года. Режиссер фильма Илья Шиндульский сам не написал и предложил поучаствовать в проекте. Идея фильма и рекламной кампании Ильи меня сразу же зацепила, ведь он самый молодой режиссер в России, и это не может оставить без внимания. Меня зовут Илья Шиндульский, я режиссер фильма Far Out. Это короткий бедраждан, который мы снимаем в городе Екатеринбург. На самом деле мы работаем все как одна большая команда. Это огромный опыт, огромный просто шквал энергии, когда ты работаешь с людьми. И все вы работаете сутки напролёт просто над одним проектом. Вы встаете каждый день в 5 утра, идёте работать, закачиваете в 10 вечера и снова ложитесь спать в 5 утра, встаете и снимаете с 5 утра до 10 вечера каждый день. Сколько вложено смысла во все эти мелкие детали, сколько труда, сколько стараний. Да, ты просто обычный зритель, ты этого не замечаешь, ты об этом даже не думаешь. На этом этапе видно, как готовятся исходники персонажей для постера. Также Илья заранее подготовил исходники с основным бэкграундом, на котором должны происходить все действия в композиции, а также исходники с газелью и различными там деталями автомобильной трассы. Собственно, из этих исходников мне и пришлось отрисовывать главный постер к фильму, что несомненно казалось не совсем уж лёгкой задачей, ведь ранее я никогда не занимался подобным. Для начала мы вместе с Ильей обсудили стилистику и даже расставили основные объекты в композиции, что несомненно облегчило мне работу на первоначальном этапе, ведь благодаря этому у меня уже появилась первая зарисовка, и выглядела она примерно вот так. На ней вы не увидите каких-либо деталей, она очень схематичная, но главное на ней прорисован основной свет и выбраны цвета. Считайте, что это визуальное ТЗ, по которому уже можно работать. На самом деле это очень сильно облегчает работу, на этапе зарисовки уже можно заценить композицию, что-то переставить или допилить, но при этом не сильно утруждать. Быстрые зарисовки это крутая штука, всем советую, обязательно используйте. Для постера мы выбрали комплементарное сочетание цветов, а именно оттенки оранжевого и синего. Это сочетание цветов идеальнейшим образом подойдёт под нашу идею. Силуэты персонажей будут подсвечены оранжевым цветом от фар, а всё остальное будет в мягко-серых-синих оттенках. Так без особого труда можно показать противостояние главных персонажей с ордой-зомби на заднем плане. Вроде бы все основные моменты я вам рассказал, можно уже приступать к детальному разбору работы. Погнали к фотошопу. Самый первый этап в создании любой работы это выбор перспективы. В моём случае у меня был выбор между центральной перспективой, все линии, которые сходятся в одну точку в центре горизонта, и центральной перспективой. Кто не понял, у меня просто не было выбора, ведь все исходники, которые у меня есть, заточены лишь под центральную перспективу. Не пришлось на ней так долго сидеть, можно сразу приступать к обтравке и расстановке основных объектов на сцене. Углубляться в способы обтравки я, конечно же, не буду, но для всех желающих есть подробный видеоурок, ссылку на который вы можете найти сверху в подсказке, а также в описании под этим видео. На этом этапе намного важнее правильнее расставить объекты на сцене, чтобы каждый объект или форма были правильного масштаба. Я это делаю на глаз, но если вы чувствуете проблему с масштабом, то перспективная сетка вам в помощь. Сейчас вы можете заметить лужи среди моих слоев, и они выглядят очень уместно, добавляют реализму и деталей. Но в последующей работе я все же откажусь от них, так как они забирают очень много внимания и вносят дисбаланс за счет отражения света от фары дыма. Кстати, свет от фары я не стал прорисовывать вручную, так как в интернете есть просто огромное количество исходников, да и зачем попусту тратить время. На этом этапе я собрал сцену процентов на 40 и уже приступаю к работе с тонами, чтобы как можно лучше расставить акценты в работе. Вы просто не представляете, сколько времени это займет в дальнейшем. Ух, давайте уже потом об этом. Примерно на этом этапе я думал, что сцена уже полностью собрана, и можно приступать к прорисовке контурного света. Но сколько я бы не пытался прорисовать свет на работе, он выглядел очень неправдоподобно. Персонажи казались пластиковыми игрушками. Посоветовавшись с Ильей, мы все же решили отбросить эти серые тона и вернуться к теплым цветам из наброска. И для того, чтобы заново прорисовать свет, мне пришлось немного пересобрать работу и начать со ступеньки ниже. Я удалил абсолютно все слои со светом, а их, наверное, было в районе 30 или что-то около того. И приступил к прорисовке. Для начала я перекрасил свет от фар в желто-оранжевый цвет и начал с прорисовки света на персонажа. Но прорисованный свет все равно казался каким-то неправдоподобным и сами персонажи казались пластиковыми. И я понял, что дело в контурном свете. Я прорисовывал контурный свет, используя долгие размазанные мазки. Из-за этого текстура по контуру очень сильно сглаживалась и имела очень мягкий градиентный переход. Собственно, из-за этого персонажи выглядели игрушечными. Для того, чтобы это исправить, мне пришлось немного поэкспериментировать. Перепробовав множество новых техник, я все же пришел к одной. Я начал использовать не один продолговатый мазок, а множество маленьких в хаотичном положении. Так по контуру персонажа появилась текстура, которую я так долго ждал. Субтитры делал DimaTorzok Далее я уже начал пробовать различные стилизации для работы. И понял, что все же нужно расширять работу во все стороны, так как на заднем плане умещается очень мало объектов. Поэтому мне пришлось во второй раз пересобирать работу и приступать к самой интересной части – проработке воздушной перспективы. Воздушная перспектива – это самый легкий способ показать глубину в работе. Объекты на переднем плане будут насыщенными и контрастными по сравнению с объектами на заднем плане. Соответственно, чем дальше объект от нас находится, тем он менее контрастен и детализирован. Ориентируясь на все эти правила, я выстроил глубину в своей работе и вроде бы получилось недурно. Субтитры создавал DimaTorzok На следующем этапе я дорабатываю задний план по свету и бликом, чтобы отчетливее различать их контур. Над ним можно не очень сильно париться, так как он будет все равно размыт. КОНЕЦ Под конец работы я лишь немного допиливаю свет на переднем плане, докидываю дымку в некоторые места, а также допиливаю мелочи. Ну и вот после того, как я закончил работу с текстом, я сразу же побежал в типографию, чтобы распечатать результаты, посмотреть на созданный постер вживую. Как ожидалось, первый блин комом. Не все цвета правильно отобразились. Нужно еще напечатать пару экземпляров, чтобы идеально подогнать под оригинальные цвета. Это очень долгий и муторный процесс, но поверьте, запариться стоит. А для того, чтобы первый экземпляр просто так не пылился дома, я приобрел для него специальную рамочку 60 на 40. Защитное оргстекло, конечно же, тоже немного искажает цвета, но это не критично. Все равно постер перепечатывать. Жалко, конечно, что так и не использовал стилизованную надпись с названием фильма, над ней я тоже довольно долго посидел, но я думаю, ее можно использовать в качестве оформления для социальных сетей. Останется лишь перетащить пару слоев и подогнать их по цветам. На все про все у меня ушло примерно 25 часов беспрерывной работы. Даже не знаю, сколько чайников я выпил, но точно знаю одно. Это того стоило. За все время работы над постером было огромное количество вариаций, как по цвету, так и по композиции в целом. И часть из них вы увидите прямо сейчас на своих экранах. За это все я хочу сказать огромное спасибо Илье и его команде, что дали возможность с вами поработать. Это нереальное ощущение. Когда ты держишь постер для настоящего фильма, который ты делал несколько часов назад, это не передать словами. Также я хочу сказать огромное спасибо всей своей аудитории, которая очень сильно поддерживала меня в этом году. С наступающим вас Новым Годом! Ну а с вами был, как и всегда, Серджик Ас. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok